Сегодня 12 июня 2015 года, мы стали утром помолились, сейчас будет чтение Евангелия, было четыре удара в колокол большой. Кто ударил, остановите колокол, почему он болтается? Неправильно бьешь ты, неправильно бьешь. Когда он ударил, он туда полетел и несется сюда, и туда надо гасить его, а ты его раскачиваешь, и он у тебя закачался. Тоже вот надо соображать-то, ты же не первый год-то. Нестор. Евангелие от Марка, первая глава, с третьего по четвертой стихи. Класс вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Явился Иоанн, крестя в пустыне, и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Толкование чье мы сейчас читать будем? Ну-ка, Аня, повтори, подробно что-то. Иоаннного крещения, руки из кармана выньте, вы Евангелие слушайте, кепки снять, что-то одели кепки. Что, мусульмане что-то тайные, приняли уже ислам за ночь. Иоаннного крещения не имело отпущения грехов, а вводило для людей одно покаяние. Но как же Марк говорит здесь, для отпущения грехов? На это отвечаем, что Иоанн проповедовал крещение покаяния. А эта проповедь к чему вела? К отпущению грехов, то есть к окрещению Христову, которая заключала уже в себе отпущение грехов. Значит, Иоанн Претеча говорил о покаянии, чтобы люди сердцем расположились к исправлению. Но это крещение Иоаннова, оно не было к отпущению грехов. Отпущение это прощение, омовение. Вот у нас 12 июля приедут сдалека, из России будут, из Германии, Франции, и крещение будет. Истинное крещение троекратным погружением. В России очень-очень мало таких мест, где вот так крестят погружение. Нарушение. Просто мочат голову и все. И Игнат Тихонович много лет об этом говорил. И наконец стали делать место для крещения. Бабтистерий называется, где погружение. Но еще мало. Оправдывают, что это мол тоже крещение, мочение в ба. Просто наклонится. Даже вот снимок есть. Не видели такой снимок? Патриарх Кирилл на Дальний Восток поехал. Такой чан с водой, где можно, кстати, ребенка погрузить. Но он держит ребенка и просто голову его мочит и все. Михаил Кальмаев, наш брат во Христе, выставлял этот снимок. Тоже нарушение. Так он же патриарх. Ну что? Нарушение. Еще патриарх, значит, можно без канонов, без правил рулить. Кто у нас президент? Путин Владимир Владимирович. Он когда за рулем поехал через всю страну, то он правила не нарушал дорожного движения. А то он может так сказать. Да я же президент, жми 150, езжай по трассе. Никаких светофоров не надо. Можно так ему сделать? Он бы не доехал до следующего города. А то может даже 10 километров. Так у патриарха должны быть правила. Ну и у епископов, и у всех. Мирян тоже это относится. Особые правила есть. Игнатий Тихонович Лапкин. Три строчки комментарии. Сегодня абсолютно везде упор делается на необходимость крещения. Но проходит оно без всякой подготовки. И погружением стали крестить, а подготовки то нет. Мы были с батюшкой. Это в прошлом году. В Барнауле храм один есть. Он прямо на крылечке священник тот местный. И там несколько минут беседу проводит. На крыльце несколько минут. Кто там что запомнит. Все, подготовка к окрещению. А здесь у нас 400 с лишним академических часов в Барнауле занятия велись. Когда была вот возможность. Игнатий Тихонович. Вот ваши родители. Многие через занятия пришли. Папа, мама. Пятый, шестой стихи. И выходили к нему. Кому к нему? Ксюша, кому к нему-то? Выходили к нему. Маленько надо понимать о чем речь. Вся страна иудейская. Иерусалимляне. И крестились от него все в реке Иордании. Исповедуя грехи свои. Кому к нему? Иоанну. Иоанну. Иоанну Притечи. Маленько-то схватывайте, а то что-то смотрим и не понимаем о чем речь. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса. И пояс кожаный на чреслах своих. Ел акриды и дикий мед. Вот, пожалуйста, пояс. А для чего он уже начинает умствовать. В Библии о поясе говорится. Сейчас прочитаем толкование, что означает. А один человек был распоясанный, своевольный. В Ветхом Завете говорится. Распоясанный, своевольный, а что непонятно. Поэтому у нас, чтобы своего ли не было. Форма одежды для всех одинакова. Для мальчиков пояски, девочки в платочках. Ну, когда искупаетесь, там волосы сушатся, это все можно. А потом платочки одеваете. На молитве всегда в платочках. Покрытая голова. Толкование. Мы уже говорили об этом в Евангелии от Матфея. Так, ну, здесь говорится, повторяется. Пища Иоаннова указывает здесь, конечно, на воздержание. Он ел акриды, дикий мед. Акриды по одному толкованию, это саранча. Есть такое насекомое, которое прыгает вверх, а потом опять падает на землю. Равным образом народ ел и мед, производимый пчелами, то есть пророками. Ну, толкование такое. Толкование это уже монашеское такое, глубокое, тонкое. Оно можно нам не запомнить. Они имели писание, как бы, некоторый мед, но не трудились над ними, не следовали их. То есть саранча скачет, она вверх-вниз, вверх-вниз. Вот. И также народ, народ, то поднимался духовно, то опускался, то грешили, то каялись. Вот здесь смысл какой-то. И комментарии, Игнать Тихонович, я вам вчера показывал. Потому что не все видели это. Видите, у него мелкий шрифт. Он не толкует, он на наше время комментирует. То есть делает, как бы, перенос. Называется экстраполяция. Слово такое непонятное, наверное, для многих, да? Экстраполирует оттуда, вот с того времени на наше. Эти последние слова блаженного толкователя сказаны прямо о православных, какими они были во все века. То есть они имели Писание, как бы, некоторый мед, но не трудились над ними, не следовали их. Вот эти слова он имеет в виду. Сейчас мы вас научаем уже трудиться над Священным Писанием, исследовать, изучать его, запоминать. Будете вы дальше, не будете делать, от вас уже зависит, от вашей воли, от ваших родителей. Это вам закладка на всю жизнь, на всю жизнь. Уже многие, кто в лагере были, выросли, встречаются. Приезжал сюда сын Капитани Новикова. Он тоже в лагере был до нее раньше. Давно еще, до твоего года. Да. Уже выросли, уже женились, кто-то замуж вышел. Но захваска, она всегда остается на всю жизнь. Лучше или хуже они стали себя вести, это уже от них зависит. А здесь вы получаете чистое словесное молоко. Сейчас в других лагерях еще спят. Да и встают они, молитвы нету. Ну просто лагеря вот мирские. А что они там получают? Ну хорошее питание, ну и поел, и что это жизнь скота. Поел да сходил в туалет. Давид говорит, я был как скот перед тобой. То есть когда человек грешит, то как скотина себя ведет, бессловесное творение. Скотина это бессловесное творение, это не оскорбление. Многие сразу, ой, так это оскорбление. Это в Библии так говорит. Что Писание говорит, это не надо себе как оскорбление принимать. Нужно вложить в сердце. Услышал, поверил и вспомнил. Вот сейчас мы еще подойдем к уставу. Так, ну и комментарии дочитаем. Запад не породил высотой доли ереси, как православный восток. И вся причина только в одном, что не вкушали мед Писание, не трудились над исследованием Библии. То есть разделение было в церкви, западное, восточное. И очень много в восточной церкви именно ересей было. Это я уже больше для взрослых говорю. Почему? Потому что не исследовали Писание. Причина в этом. И из Ветхого Завета, я не все читаю, только выдержки. Второе Парлипоменон 34 глава 14 стих. Парлипоменон. Ну-ка произнесите. Парлипоменон. Парлипоменон. Какой-то пар, да? Это книга Ветхого Завета, летопись означает. Парлипоменон. Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господень, тогда Хелкия, священник, нашел книгу закона Господня, данную рукой Моисея. То есть понимая, а что ты отворачиваешься в фильме Остров? Он стоял, молился, потом повернулся в другую сторону. И стою так прямо. Видите, нашел книгу закона, она была зарыта где-то. Серебро вынимали, то есть там под драгоценностями. Вот так зачастую у нас в сознании книга закона вообще отсутствует. Или где-то там на глубине. А надо что первое? Детей надо воспитать, внуков поднять. А Евангелие это читаете? Спрашивают. Да ну, нет, мне все некогда. А когда уже в церковь идти, ноги болят у бабушки или у дедушки. Все, и уже жизнь на исходе. Так не ждите того момента, что будете лежать парализованы. Господь может так сделать с каждым из нас. Потому что Господь знает, какой нам путь избрать, чтобы покаяние из нас, искру покаяния выжимать. Не ждите этого. Вот сейчас пока здоровые, бегайте, прыгайте, усваивайте все, на уроках не крутитесь. И тут все принимайте, как говорят, как губка. Знаете, что такое губка? Полис такой материал он впитывает в воду. Так и вы воду жизни Христовой впитываете внимательно. И вот эта книга у православных тоже закрыта или зарыта под всякими вымыслами, человеческими правилами, которые ставятся выше чем Слово Божие, к сожалению. С нами этого постараемся, чтобы не было. Священное писание на первом месте. Сейчас мы еще к Усталу подойдем и почитаем его, чтобы нам не нарушать его. Итак, что мы с вами прочитали? Что Иоанн Претеча выходил, проповедовал и крестились от него вся страна иудейская. Иерусалимляне страна иудейская. И какое у него было крещение? Тимот, какое крещение у него было? Иоанна Претеча. Ксюша. Вот не усваиваем. Еще раз громче скажите, какое крещение у него было? Погружение. Погружение понятно. А во что оно, для чего оно было? Кто-то сказал сейчас. Для покаяния. Еще омовения грехов не было. Ну-ка повторите. Для покаяния. Для покаяния. Вот. К Богу нашему славу во веки веков. Аминь. Подходим. Подходим. Одна просьба. Вот девчонки пришли, что они мокрые. Вы наливаете много им воды. Они сейчас все мокрые и на улице холодно. Да. Ну, перед тем, как наливать, мы всегда спрашиваем. Я сегодня, кстати. Вам много, нет? Немного. По пол ведерочки. По пол ведерочки. По пол ведерочки мне больше. Посмотри, мокрые. Так, почитайте. Подойдете, помешайте. Потихоньку надо идти, не плескать. Сходим в теле, переоденемся. Ясно? Девочка еще мокрые. Усень, покороче есть юбка? Да. Ты одевай покороче с утра, потому что ты соберешь грязь и всю росту. Подверни ее немножко пока. Так, подходим к кусту.